Иоанна Петрова спрашивает, как психологически выжить, находясь в мракобесном, равнодушном и диком российском обществе? То есть все как под гипнозом. Ну смотрите, я вам расскажу легенду, которую излагает ваш соотечественник Даниил Андреев в «Розе мира». Есть такое очень серьезное произведение, которое должен знать каждый культурный человек. Вы можете верить, можете не верить, но прочитать надо, потому что очень сильно расширяет сознание и взгляд на такие вещи, как целые большие мифологические системы. Так он рассказывает такую легенду, что когда... Напоминаю, легенду, миф. Когда утонула Атлантида, часть жрецов спаслась. Они переехали в Африку, в Судан, устроили там древнюю суданскую цивилизацию, еще доегипетской. И в этой цивилизации были светлые боги и темные боги. Постепенно они стали на черную дорожку, со всеми причитающимися, вплоть до ритуального каннибализма, и все стали черными. Один из этих жрецов был сначала жрецом светлого божества, а потом потихонечку-потихонечку это божество подменили, наполнили его черным содержанием и сделали черным. И дала этого. И он попытался найти единомышленников, причем делать ему нужно, это было очень тяжело, потому что всех, кто там в сторону светлого смотрел, немедленно казнили. И не нашел. И он стал перед очень серьезной дилеммой. Становиться черным, потому что все вокруг черные. Или все-таки единомышленников нет, никто не понимает. Или все-таки попытаться ставить внутреннюю, делать внутреннюю ставку на свет, не сдаваться. Данил Андреев красиво это усугубляет и говорит, что высокие светлые силы, напоминаю, это миф красивый. Ситуация была такова, что глухо замкнулась черная крышка над котлом этой ситуации, и он не мог достучаться до этих светлых сил. В принципе, они потеряли возможность ему помогать изнутри, даже. Он остался абсолютно один. По горизонтали, по вертикали, вообще один. И он, говорит, уперся чисто из упрямства. И начал держать эту свечу на ветру. Ни одного единомышленника. Оторванность от всех других цивилизаций. Никакого интернета, ты не знаешь, что там творится. Тебе кажется, что весь мир погряз в черноте. Никакой инспирации светлых сил. Внутри ты не чувствуешь никакой поддержки. Он прожил несколько десятков лет чисто на, гласит легенда, чисто на внутреннем упрямстве. В конце жизни он нашел несколько учеников. Они зажгли несколько свечей. Они дали достаточно света, чтобы снова начало распространяться. Установилась поддержка светлых сил. И опять начали отвоевывать пространство света в абсолютной тьме. Через некоторое время этот хлопец воплотился Буддой Каутамой, гласит легенда. Ну вот и подумайте, какую психологическую школу и духовную вы проходите, оставшиеся одна, как вам кажется, в абсолютно черном мракобесном обществе. Смотрите, судьба, душа человека, когда выбирает ему предназначение, и если это предназначение тяжелое или содержит в себе тяжелые элементы, надеяться на три вещи. Первое, что вы все правильно поймете. Б, что вы не обидитесь. Третье, что вы постараетесь хоть что-то сделать. В вашем случае что-то сделать, это не ходить на демонстрацию, если вы не можете, и не садиться на 7 лет, если вы не хотите. И по каким-то причинам. Маленькие дети и то-сё. Хотя бы внутренне не соглашайтесь. Ставьте внутренне на свет, а возможности достучаться до мест, где больше света, у вас выше крыши. Вы же можете задать мне этот вопрос? Можете. Он не мог задать вопрос кому-то, кто находился в зоне света. Вы можете. Вы не одна. Вы здесь. Мы с вами. Держитесь. Это не навсегда. Продолжение следует.